Всем привет! Вы на канале «Прогулки по лесу» и сегодня у нас обзор на фотоловушку HC802A производства Santa Cam. Это еще одна бюджетная фотоловушка, которая стоит приблизительно 2500 рублей и, на мой взгляд, довольно сильно похожа на свою родственницу HC801A. Ну что ж, давайте посмотрим на нее поближе. В картонной коробке лежит инструкция, под ней в ложементе лежит сама фотоловушка. Под ложементом притаились ремешок с металлической клипсой и кабель USB. Ремень, как всегда, у Suntec очень короткий, всего 1 метр, и его катастрофически не хватает в лесу. В целом комплектация у фотоловушки не богатая, только самая необходимая. Теперь давайте посмотрим на саму фотоловушку. Открываем боковые клипсы и смотрим, что внутри. С левой стороны расположены экран и кнопки управления. Сбоку расположен разъем, обозначенный латинскими буквами AV, что, скорее всего, означает «видеовыход» для подключения к телевизору. В инструкции об этом ничего не сказано, но я решил не проверять. На нижней части корпуса расположен слот для карты памяти, разъем microUSB и выключатель. Снизу задней части корпуса расположен разъем внешнего питания и крепление под штатив. Внутри задней части корпуса расположен отсек для батареек. Язычок, кстати, тут держит хорошо, и крышка отсека не выпадает, в отличии от HC801A, которая была у меня на тесте. Сверху сейчас будет ссылочка на этот обзор, и вы сможете с ним потом ознакомиться. Камера работает либо от 4, либо от 8 батареек. Теперь давайте посмотрим на меню и варианты настройки. Первым делом давайте переключим язык на русский. Сразу хочу сказать, что сочетание красного текста с синим фоном мне по-прежнему не нравится. Наконец, добрались до русского языка. Включаем. Меню так же, как и на HC801A, имеет непереведенные пункты. Первый пункт меню – это режим. Тут вы выбираете, как будет работать ваша камера. Будет она делать только фото, только видео, или и то, и другое сразу. Напомню, что на мой взгляд, это самый неудачный режим, так как камера сначала делает серию фото, а потом начинает снимать видео, в результате чего оно как бы начинается с середины. Помножьте это на то, что камера подтормаживает при включении, и вы поймете, что ваши варианты – первый или второй. Следующий пункт меню – размер фото. Тут все просто. Выберите тот размер, который вам подходит. Я думаю, не нужно объяснять, что чем больше размер, тем меньше фото влезет на карту памяти. Следующий пункт – серия фото. Этот пункт говорит о том, сколько фотографий сделает ваша камера при срабатывании. Качество видео. Это выбор размера кадра видеозаписи. Инструкция нам обещает максимальный размер 2,7К, приблизительно 2704 пикселя на 1520. Но по факту, тут максимально 1920 на 1080. Следующий пункт – длина видео. Настройте нужную вам длительность записи в диапазоне от 3 секунд до 10 минут. Запись звука. Тут можно включить или выключить микрофон камеры. Следующий пункт – задержка фото. Это временной интервал для повторного срабатывания камеры. К примеру, фотоловушка обнаружила движение и включилась, сделала серию фото или записала видео и выключилась. Даже если объект находится в кадре, камера начнет снимать через заданный интервал. Чувствительность пирку. Это чувствительность датчиков движения. Иногда камера срабатывает на качающиеся от ветра ветки или пролетающих мимо птиц. Это, конечно, устраивает не всех. Тут можно поменять чувствительность вашей камеры. Следующий пункт называется таймер. Тут не совсем ясно. Инструкция гласит, что перед включением нужно убедиться, что включен режим таймлапс и более ничего. Режим таймлапс. Фотоловушка снимает каждый день в заданное время. Следующий пункт – выбор языка. Тут, я думаю, все понятно. Бесконечная съемка. В этом режиме камера при заполнении карты памяти стирает более старые фото и видео. И поэтому видеозапись как бы идет по кругу. Дата и время. Тут можно изменить формат даты и времени и, собственно, установить их. Это важно, так как они отображаются в нижней части фото и видео и помогают вам понять, когда именно была сделана запись. Штамп на фото – это как раз то, о чем я только что сказал. Показывает дату и время на ваших фото и видео. Или не показывает. Я рекомендую эту функцию всегда включать. Пароль. Закрывает доступ к настройкам камеры. Формат SD. Позволяет отформатировать карту памяти в лесу без компьютера. Иногда это очень пригождается. Номер камеры. Нужен, если вы используете несколько одинаковых камер и помогает не запутаться, с какой именно камерой ваша запись. Допустим, у вас две одинаковых фотоловушки. Вы задаете одной из них номер один, а второй – номер два. Эти номера отображаются внизу ваших фото, и вы точно знаете, с какой фотоловушки сделан снимок. Сброс. Сброс всех настроек заводским. Сброс. 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 понравилась больше, чем HC-801A, хотя на нее очень похоже. Теперь давайте вкратце вспомним все, что мы увидели и проставим ей оценку. Невысокая цена это безусловно плюс. Комплектация у фотоловушки средняя, только самая необходимая. Качество изготовления корпуса лучше, чем у ее родственницы. Не до конца переведенное меню красно-синих цветов мне по-прежнему не нравится. Очень короткая стропа лесу доставляет огромное количество неприятностей. Слабая маскировка. Дневные и ночные фото среднего качества. Дневные видео мне тоже понравились не очень, а вот ночные я считаю лучшими из всех фотоловушек, которые попадали ко мне в руки. Все это позволяет 802 фотоловушке набрать честный 64 балла, что ставит ее на вторую строчку нашего рейтинга. И подводя небольшой итог, я хочу сказать, что это действительно неплохая фотоловушка. Конечно, качество фото и видео у нее похуже, чем у 900, но в остальном она вполне себе хороша. Тем более, учитывая то, что она стоит практически в два раза дешевле. На этом, дорогие друзья, у меня все. Я прощаюсь с вами до новых встреч и благодарю, что вы были со мной. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok